Всем привет! Это программа Мир и я ведущая Танила Марханова. Со мной снимает его Лейла. Мы с ней живем вместе, рядом. И сегодня мы снимаем с ней такой... Господи... Там женщина упала в озеро. На велосипеде. Ладно, продолжаю снимать. Если сзади будут лететь метеориты, я не удивлюсь. У меня была такая идея показать Чикаго именно с той стороны, которой я его очень люблю. Чикаго большой город Америки, который совершенно недооценен его жителями, но именно жителями Чикаго он оценивается очень высоко. У нас есть большое озеро, природа, у нас есть замечательные магазины, у нас есть развлекательные всякие мероприятия, у нас есть история, архитектура, культура. Все это здесь, в Чикаго. И погода у нас здесь интересная. Меняются все четыре сезона. Поэтому давайте сегодня у нас будет такой маршрут, который можно проделать за один день, практически не используя транспорт, но зато охватить все самые основные достопримечательности этого города. И мы совместим в нем четыре поставь, которые я очень люблю. Это культура, архитектура, развлечение и еда. Если вы готовы, поехали. Если не готовы, мы все равно поехали! Мы находимся на месте, с которого стоит начать посещение достопримечательностей Чикаго. Это знаменитый бин, фасолька, официальное название гласит облачные врата, Клаудгейт. Он находится в самом центре Чикаго. В ночное время, когда становится темно, город Чикаго отражается на зеркальной поверхности этого архитектурного шедевра, который создал Андрич Капур, знаменитый архитектор, скульптор. И поэтому вы можете сразу начать свои впечатления о Чикаго именно с этого места. Это много-много-много железа, много листов меди, собранных в одно и настолько отполированных, настолько отполированных, что сейчас кажется, что там нету стыков. Есть еще такая интересная история, что создатель этой скульптуры спрятал там свой письменный стол. Чему я люблю такие интересные факты? Потому что, когда здесь идешь, ты знаешь, что там, возможно, что-то спрятано, и ты уже больше погружен в эту историю. Сто процентов советую. Если вы возьмете даже одну фотографию отсюда, люди поверят вам, чтобы вы были в Чикаго. Поэтому давайте немножко прогуляемся и посмотрим, что там у нас есть и как она выглядит вблизи. Сзади меня находится павильон Притцкера, JB Притцкер Павильон. То есть я сказала одно и то же на двух языках. Самый большой концертный зал, который находится на свежем воздухе. Если посмотреть, он сейчас закрыт, но летом там проходят концерты. Вот эта зеленая лужайка набирается любителями классической музыки, не только. Летом эта зеленая лужайка полностью забивает с людьми. Через динамики доносится музыка, которая играется на сцене. Там также есть концертный зал. И здесь проходит Гранд Парк Мюзик Фестивал. Один из знаменитейших фестивалей Чикаго, где выступают самые лучшие, великолепные, классические музыканты со всего мира. Это активность. Концерт на свежем воздухе с таким замечательным видом на самый центр Чикаго. Она интегрирована в жизнь чикагцев. И я тоже стараюсь посещать концерты здесь, потому что невероятный просто экспириенс на свежем воздухе, слушать классную музыку и смотреть на самый центр Чикаго. Welcome to the Pritzker Pavilion to see the Grand Park Music Festival here in Chicago. В этом музее есть не только картины, там есть и фотографии, там есть и архитектура, есть и скульптура, есть прекрасные сады вокруг. А также там есть коллекция миниатюрных комнат, которые поражают воображение просто человека. Поэтому я очень люблю этот музей. Сколько я там была? Наверное, раз 10, может быть, раз 20. Я все не устаю поражаться коллекцией, я не устаю поражаться тому, какую крутую коллекцию они собрали. Меня спрашивают, как можно ходить в один и тот же музей 100 тысяч 200 раз. Я говорю, пока я иду до конца всей экспозиции, я уже забываю, что я видела в начале. Поэтому впечатление нужно обновлять, и сюда я как бы разный человек, поэтому в такие места можно ходить бесконечно. Это мой досуг, и я всем советую, если вы на один день Чикаго, то обязательно загляните в этот музей. Мы идем в Старбакс, чтобы прогуляться по центру города, как типичный герой в американских фильмах. Со стаканчиком кофе по центру города, романтика. Центр Чикаго невероятно красивый. А это бюст основателя Чикаго Жанна Батиста Дю Сап. Сейчас мы идем в ресторан, где я вам покажу самое чикагское блюдо. Мы находимся в кафе Джорданус, и мы находимся здесь не просто так. Вот это великолепие передо мной, это знаменитая бюлбокая пицца. Если вы в Чикаго, обязательно программа на обед, нужно покушать такую пиццу. Тогда вы можете смело говорить, что я почувствовала Чикаго на вкус. Давайте посмотрим, вот, вытаскиваем. И она знаменита тем, что у нее такой вот сыр, который поднимается, поднимается. Его можно раз... прям до бесконечности вот так вот. Все, дальше руки не хватает, но я думаю, что можно повыше сделать ее. Вот такая вот она пицца. Внутри мы заказали с курицей, со шпинатом, грибами внутри. Вот. Такой вот у нас обеденный перерыв, поэтому пожелайте нам приятного аппетита. Все, поехали. Мы находимся на Магнифицит Майл. Магнифицентская миля. Миля магнифициентных магазинов. Это улица Мичиган, которая простирается на 10 кварталов. Меню. И здесь находятся все самые люксовые и нелюксовые магазины. Zara, Form of 21. Самый большой Старбакс в мире, удивительно, он находится здесь. И поэтому вот с Бина вы можете спокойно прогуляться именно по этой улице. И здесь можно сделать шоппинг, здесь можно попить кофе. И, в принципе, хватит впечатлений, чтобы насладиться Чикаго. И первым делом, конечно же, после того, как вы посмотрите на архитектурные строения, на какие-то знаменитые, отличительные черты города Чикаго, Магнифициент Майл, это must, must see именно в Чикаго. Здесь я скажу свою финальную речь. Мы прогулялись по центру Чикаго. Конечно же, сокровища Чикаго так много, что за один день, конечно же, это невозможно посмотреть. Но я вам постаралась собрать наиболее яркие впечатления, которые вы можете получить в Чикаго, если у вас есть один день. Поэтому, пожалуйста, я все оставлю в описании, в локации, адреса, что посмотреть. Именно это будет мой такой вот чек-лист именно один день в Чикаго. На фоне Чикаго Тиэтера, на фоне такого самого чикагского вида, которое есть на многих открытках, во многих фильмах использовано это, я хочу сказать то, что я очень рада, что я живу в этом городе, что я могу называть себя жителем Чикаго, который живет в нем уже четвертый год. Я очень люблю этот город, я очень люблю атмосферу, которая здесь, я очень люблю то, как я здесь счастлива. А то, как в любой момент, я могу приехать в даунтаун без машины, пройтись пешком и ощутить себя туристом в своем же родном городе. Вот, действительно, Чикаго стал для меня очень родным, чему я очень благодарна, что он раскрыл для меня все свои секреты и помог здесь мне начать реализовываться. Я надеюсь, что вы почувствовали ту любовь, которую я испытываю к этому городу. И, конечно же, если вы приедете сюда, я буду рада, если вы совершите такой же маршрут, как и сегодня мы совершили вместе с вами. С вами была Тамила Марханова. И, конечно же, спасибо Лейле, которая снимала сегодня со мной. Как всегда, в конце мир стоит того, чтобы его открыть. И с вами была я, Тамила Марханова. Всем привет из Чикаго и до встречи в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok